Ребята, всем доброе утро и сегодня я вам покажу один день из жизни матери-одиночки Ну не совсем одиночки, мой муж уехал в четырехдневную командировку И сегодня у нас нету няни, поэтому мы с Эмилием одни, одинешеньки Вот у нас сегодня завтрак, тосты с сыром бри и поряженка Вчера няня пьет Ну хай, доброе утро Всем доброе утро Эмиль не пьет обычное коровье молоко, поэтому компенсируем как можем Ну хотя, кстати, недавно я ходила к педиатру и мне сказали, что в принципе не обязательно заставлять ребенка молоко пить Главное, чтобы он употреблял достаточное количество протеина Абедро, урэнро, урэппи Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok В общем, обычно мы с 11 до часу перед дневным сном гуляем В парке нагуливаем аппетит и нагуливаем сон Но сегодня у нас исключение, потому что Эмильчик идет к своей подружке Да, сначала мы все-таки пойдем на крышу, погуляем быстренько И потом пойдем к его подружке Окей, let's go Are you gonna go take the bicycle? I want the car You wanna take the car? Yeah Окей У Эмиля был супчик, немножко няня принесла И немножко греется рис с куриным бульоном Наконец-то Эмиль заснул На самом деле очень быстро вырубился, потому что мы сегодня поздно после гостей вернулись А это значит, что у меня час тишины, спокойствия, еды вкусной и одиночества И на обед сегодня у меня спайси тюна сэндвич Но не из Join the Juice, которым просто орут все блогеры И честно говоря, он реально того стоит Я его обожаю, уже много лет его заказываю Очень люблю, но сегодня попытаюсь его сделать сама, дома У меня, в принципе, для этого есть практически все ингредиенты Сейчас проверим Flatbread Вот такой вот Я его буду сейчас тостить Туна Обычная консервированная туна у меня в пакете Hot sauce Дальше Mayonnaise Mayonnaise Самый обычный И, конечно же, халапинес Я обожаю халапинес, я их положу очень много И еще у меня есть помидорки черри Было бы хорошо иметь один большой помидор Потому что он так очень тонко нарезается в этом бутерброде Но у меня нету большого бутерброда Поэтому мы попытаемся нарезать черри маленькими кусочками Так, у меня нету тостера, поэтому этот хлебушек идет в грил Мешаем туну и майонез Мое любимое сочетание Это называется Guilty Pleasure Guilty Pleasure это наслаждение, за которое вам стыдно Ну не то, чтобы мне стыдно Но чуть-чуть Итак, половина упаковки И Майонези Я думаю, совсем немножко Хлеб, мне кажется, они очень долго тостят Потому что он почти как сухарик Помидорки нарезала вот так вот Тонко Могла быть тоньше, но Кто-то время для этого Точно не у меня Может быть, можно было чуть больше майонеза положить Кстати, в оригинальном рецепте Насколько я знаю, они еще кладут соус песто Но, если честно, во-первых, его там очень мало Я его практически никогда не чувствую А во-вторых, не так уж он мне и нравится Вот такой вот толстенький получился сэндвич Спайси тюна Бай Дина Недостаточно острый О, да Это то, что я говорю Вот так вот Он спит на нашей кровати Миль, кстати, и днем спит на нашей кровати И ночью Он спит с нами Это, наверное, шок-контент Потому что, во всяком случае, в Америке Очень, очень непопулярное Co-sleeping То есть спать в одной кровати с ребенком Это считается что-то такое Что мало родители практикуют Или во всяком случае Никто об этом не говорит Потому что правильно делать sleep training Это, можно сказать, тренировка сна То есть это когда вы приучаете ребенка В 6-8 месяцев Спать одному в своей кроватке Самому засыпать Если он просыпается ночью То сам, опять же, себя укладывает Спать в другой комнате от родителей Мы пытались это сделать У нас не получилось Но, если честно, не очень сильно нами хотелось Потому что, когда я кормила грудью И Эмиль ел ночью То это было просто-напросто удобно Я практически не просыпалась И у меня был практически непрерывный сон Как и у Эмиля И так это, в принципе, и осталось И, знаете, просто zero regrets Как говорится, ноль сожаления Потому что это абсолютно лучшее Что происходит за день Когда ночью он засыпает Перед тем, как он засыпает Он 5 минут ворочается И берет мое лицо в свои руки И начинает меня целовать Уже с закрытыми глазами То есть он уже полусонный Или 90% сонный И перед тем, как он окончательно проваливается в сон Он меня обцеловывает по всему лицу Потом поворачивается к папе Его обнимает Тоже целует И вырубается Это настолько счастливое чувство Вообще, что бы ни произошло за день Вот эти 5 минут Они как будто стирают весь негатив В общем, у меня просто мега умиление И я чувствую все счастье материнства Я прекрасно понимаю, что это не для всех родителей Мы приняли это решение суперосознанно Но так как зимой появятся новые дети И просто чисто логистически Это будет, наверное, невозможно Хотя я слышала разные истории Но когда у тебя ньюборные Когда у тебя новорожденные Ты просыпаешься каждые 2 часа И это не просто, что ты их быстренько покормил И обратно положил в кроватку И они снова спят Ты каждые 2 часа просыпаешься И по 2 часа, по 2-2,5 Бодрствуешь вместе с ними Потому что пока у них не налажен этот циркадный Циркадный ритм То есть пока они не различают ночь и день Они просыпаются каждые 2 часа У них постоянно чередуется период бодрствования И период сна по 2 часа То есть 2 часа спят, 2 часа бодрствуют 2 часа спят, ну примерно Поэтому, конечно, совершенно это не вариант Чтобы Эмиль просыпался каждые 2 часа Но мне будет очень грустно Еще хотела рассказать, что через где-то 2 недели У нас запланирован отпуск в Южную Корею Я мега рада Очень-очень-очень жду 12 числа, 12 августа я иду к своему врачу Чтобы он как бы одобрил мою поездку Чтобы сказал, что все тип-топ У меня как раз будет ультразвук Будет больше ясности В общем, очень надеюсь, что мы полетим И сразу после того, как мы приезжаем И скорее, если приезжаем У Эмиля будет день рождения В этот раз я планирую все-таки устроить ему Маленькую вечеринку детскую И пригласить всех его друзей, подруг У меня разные варианты Думаю про пикники Сделать какой-нибудь красивый Такой инстаграмный пикник Либо просто арендовать Какой-нибудь зал в ресторане Либо арендовать крышу в нашем здании Ну, в общем, вариантов куча Нужно подумать и, наконец-то, решить Победа ужин сына Макароны с красным соусом И курицей Мелко порубленной Этот жулик сегодня очень плохо пообедал Да, бебе? Итак, концерт от Эмиля Вы готовы? Не отвлекайся на еду В общем, так как мы сегодня утром не смогли толком погуляться Мы решили снова выйти погулять Чтобы он больше устал И спал лучше Мамский лайфхак, который знают все мамы Плюс, чем меньше мы проводим время дома Тем чище квартира Да, ты ограждIDòся на еду Только что уложила Эмиля, точнее уже где-то час назад. Поужинала перед ютубчиком, поговорила с мужем по телефону и решила с вами немножко поболтать. Как вы видели, сегодня был очень чильный день, слава богу, потому что иногда мне нужны такие дни. Порой дни, когда я остаюсь один на один с Эмилем, бывают просто трэшовыми. Во-первых, у ребенка меняется настроение. Во-вторых, иногда происходят какие-то неожиданности, которые тебе нужно срочно решить, срочно куда-то пойти, срочно что-то сделать. И тогда, конечно, бывает сложнее. Но в общем и целом, вторники у нас примерно такие. И несмотря на то, что я, конечно же, больше устаю в дни, когда я с Эмилем одна, так же ты целый день с ним разговариваешь. Но во всяком случае я. Я всегда комментирую, что он делает, что я делаю. И пытаюсь вести как будто бы диалог. Понятное дело, что он еще не может вести полноценный диалог. Но он уже пытается мне отвечать, пытается говорить там какие-то слова. Вообще у него в лексиконе уже достаточно много слов. И он практически все понимает, что мы говорим. Поэтому я думаю, однозначно тот факт, что я с ним постоянно 24 на 7 разговариваю, помогает ему развить речь. Ну и вообще, когда мы с ним вместе, я ему уделяю максимальное внимание. Короче, это к тому, что материнство — это exhausting. Возможно, эмоционально это не так тяжело в какие-то дни. Хотя в какие-то дни ты просто хочешь плакать. Но это очень трудоемко физически. Я даже не представляю, как я себя буду чувствовать в конце дня, когда у меня будет трое детей. Но я очень предвкушаю это. Но как бы одновременно волнуюсь. Вообще, мои бездетные подружки, и даже в принципе дедные тоже, часто при встрече мне говорят, что когда они смотрят мой инстаграм или мой ютюб, им кажется, что материнство — это так легко. Или точнее они говорят, you make motherhood look easy. То есть, смотря на тебя, ощущение, что материнство — это легко. И мне всегда это очень интересно. Не могу сказать, что у меня какие-то приятные чувства. Никаких негативных тоже. Нужно однозначно отдать должное Эмилю. Он достаточно спокойный ребенок. Да, у него, конечно же, бывают истерики. Но в общем и целом... Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Он более-менее спокойный. В принципе, я знаю, что публичные истерики и все такое прочее для двух-трех лет — это, можно сказать, нормально, потому что у них образуются новые нейронные связи. Иногда они просто-напросто не успевают за этим развитием своего мозга. И у них случается такое, можно сказать, короткое замыкание. И поэтому дети ложатся на пол в магазинах, начинают орать, капризничать. Пока что у Эмиля такого нет. И он себя очень даже адекватно ведет с другими детьми и с незнакомыми. Можно где-нибудь постучать по дереву. Но материнство — это однозначно нелегко. Это настолько нелегко, что... Несмотря на то, что я ни одну секунду, ни одну миллисекунду в своей жизни... Не жалею. Никогда не жалела. И не буду никогда жалеть насчет того, что у меня есть дети. Насчет того, что я решила рожать детей. После того, как я стала мамой, я как никогда стала больше поддерживать женщин в том, чтобы они имели право принимать решения насчет своего тела. Возможно, вы понимаете уже, о чем я говорю. В Америке сейчас огромные потенциальные перемены. В некоторых Красных Штатах сейчас запрещают аборты. Что бы ни случилось, при каких бы обстоятельствах это ни произошло. И, в общем, все больше и больше людей начинают топить за то, чтобы женщины не имели права решать, рожать ли им детей или нет. И если они беременеют, то чтобы они рожали. Опять же, какими бы обстоятельства ни были. И если у человека есть цель воспитать здоровых, счастливых, ну или, во всяком случае, ненесчастных детей, то это требует огромного количества вашего времени, вашей энергии и вашего эмоционального присутствия. И я уверена, что многие из вас не согласятся со мной. И если вы не согласны, то, в принципе, я тоже понимаю вашу точку зрения. Кстати, еще хотела поделиться. Несколько дней назад я разговаривала со своей подругой. Она чуть-чуть старше меня. И у нее пока еще нет детей. И она со мной поделилась, что вот у нее есть мысли насчет создания семьи, насчет того, чтобы родить детей. Но она не совсем понимает, правда ли она этого хочет, или это просто социумом навязанные какие-то нужды. Знаете, я не папа римский и не Илон Маск. Я не буду говорить, что это какая-то наша социальная responsibility to procreate, то есть размножаться. Потому что, в конце концов, мы не рожаем детей, чтобы помогать экономике. А мы рожаем детей, исходя из наших каких-то принципов, соображений, планов на будущее и также страхов. Потому что я знаю, что некоторые люди рожают детей, потому что они боятся в старости остаться одним. Ну, в общем, что я сказала своей подруге насчет, стоит ли становиться ей мамой или не стоит. Есть одно, к чему я пришла относительно недавно, и я чувствую, это будет происходить на протяжении всего материнства, то есть, надеюсь, до конца своей жизни. Когда у тебя нет детей, то твоя жизнь по-большему зависит от тебя. Да, конечно же, есть какие-то факторы внешние, да, там на работе что-то случилось, или в университете, или еще что-то. Но в общем и целом, твоя жизнь очень сильно в твоих руках. И если ты работаешь много, усердно и умно, то, скорее всего, ты заработаешь много денег. Если ты учишься много, то, скорее всего, ты будешь умным, и у тебя будут хорошие оценки. Когда у тебя есть дети, то твоя жизнь совершенно непредсказуема. Вот мой день сегодня прошел, хорошо прошел, согласитесь. Никаких негативных экстренных ситуаций не было, никаких диких истерик не было. Но я сейчас сижу и выдыхаю, и говорю, Вселенная, спасибо за сегодняшний спокойный день. Потому что завтрашний день может совершенно быть другим. И зачастую, когда это дети, то это такие огромные апс и такие огромные даунс, то есть огромные высокие подъемы, когда тебе хочется просто кричать от счастья. Вот только что Эмиль лежал и, опять же, целовал мне лицо, нос, щеки, лоб перед тем, как он засыпал. И у меня все внутри просто таяло от счастья, от умиления. Потом на следующий день он, не дай бог, упадет, разобьет себе лицо, поломает себе зуб. У нас такое тоже было. Не дай бог врач скажет, что что-то не в порядке. И это огромный даун. Просто по крутой горке у вас вот так вот спускается ваше настроение, ваше самочувствие, ваши надежды. И то есть, если вы не готовы к таким мега непредсказуемым поворотам, как положительным, так и к отрицательным, то, скорее всего, материнство для вас будет очень стрессовым. Надеюсь, вам понравился этот влог без экшена особого. Спасибо вам за просмотр и до следующего видео. Засыпает Эмиль, просыпается ночная мафия. Welcome to the dark side. Вот чем я занимаюсь после того, как я укладываю Эмиля спать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok